Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как избавиться от хрена. Хрен – известное огородное растение, которое, конечно, используется в качестве пряно-ароматического. Все знают эту самую приправу из хрена. Вкусная штука, к тому же очень полезная. Впереди вирусное время, гриппы какие-нибудь, ковиды на нас навалятся. И хотя врачи скептически относятся к использованию хрена в качестве профилактики вирусной инфекции, но я вам точно скажу, что хрен работает. У меня, по крайней мере, он очень хорошо работает, как профилактика этих самых инфекций. И этому есть совершенно понятное обоснование. Но многие все-таки хотят избавляться от этого хрена, несмотря на весь комплекс его полезности. Ну, первое, что хочу сказать тем, кто хочет посадить хрен, но опасается, если он станет проблемой и начнет гулять по участку. Вместо хрена посадите катран. Катран – это очень близкое растение к хрену. И он является таким однолетним, в общем-то, растением. И у него еще более толстый, более мощный корень. Более того, я хочу вам сказать, что в основном то, что вы покупаете в магазинах в виде готовой приправы хрена, это не хрен, а это именно катран. И поэтому разницы во вкусе вы вообще никакой не обнаружите. А вот если вы любите поставить свой хрен, ну, сделать эти баночки с хреном на зиму и не на зиму, то возьмите катран, попробуйте катран, вкусная штука. Это первое. Второе. Вот если вы хотите уже избавиться от хрена, который гуляет у вас по участку, конечно, если он вам совершенно уже надоел, и вы радикально хотите от него избавиться, то просто берите такие гербициды, как деймос, например, ну, или те, в состав которых ходит декамба, и просто в период активной вегетации пшикайте в серединку этого хрена, на листики этого хрена, так, чтобы на соседние растения не попало, усилить действие декамбы можно с помощью препаратов на основе глифосаатов, ну, тот же торнадо, смешивайте их каждого, берите по инструкции, потому что они разной концентрации бывают, не снижайте дозу, и просто в маленький опрыскивательчик какой-то берите пшик-пшик-пшик-пшик точечно. В принципе, одной обработки более чем достаточно бывает для того, чтобы избавиться от хрена. Можно, конечно, там рубероидом накрывать, можно там какие-то еще премудрости делать, но в целом вот такое точное внесение гербицидов, если гербициды в принципе допустимые у вас на участке, вы их используете, то, наверное, вот это является наиболее эффективным способом избавления от хрена. Но, как избавиться от хрена, я вам скажу так, никак, не надо от него избавляться. Вот хрен, который распространяется у вас по участку, это является большим подарком природы для вас, потому что хрен обладает целым рядом полезных свойств не только для нашего организма, но еще и для участка, для почвы. Вот теперь вы, пожалуйста, выкапывайте хрен, рубите его на маленькие кусочки, или только листья берите и разбрасывайте в теплице, там, где у вас растут огурцы, помидоры, перцы и все остальное. Это очень хорошее оздоровление почвы. Но самое главное, куда вы должны, прям должны использовать хрен, это для бродиловки. Бродиловка на основе хрена, хреновая вот эта бродиловка, я рассказывал о ней отдельно, но хочу напомнить, что хреновая бродиловка обладает целым рядом дополнительных полезных свойств. Она и нематоду гоняет, она и ряд болезней гоняет. Это кроме того, что у нее есть все, так сказать, преимущества этого нашего любимого зеленого жидкого компоста, зеленого бродючего удобрения. К тому же она среди разного вида бродиловок, даже крапива и так далее, она обладает наименее зверским запахом. Хреновая бродиловка пахнет, ну, как капуста квашеная, в основном вот таким вот образом. Поэтому никогда не избавляйтесь от хрена. Просто копайте его, складывайте в воду, пусть там все это закисает, даже теперь, пускай все закисает и просто выворачивайте это все на грядке, где в будущем году у вас будут расти томаты, огурцы и другие овощные растения. Вот это самый лучший способ. Будут кусочки корней оставаться, он опять будет из этого места подрастать, а вы опять его подкапываете и опять делаете хреновую бродиловочку. Вот это самое-самое-самое лучшее, каким образом вы можете использовать, вот, как сказать, бороться с этим избытком хрена на своем участке. Да каждому растению можно найти какое-то хорошее приложение. Оставайтесь с Ивановой наукой, и вы поймете, что таких уже радикально вредных растений то и нету. В каждом можно найти пользу и какое-то его применение. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До самой скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова